всем привет вы на канале крипто комманс и во вчерашнем видео мы с вами рассматривали глобальнейшую чашку с ручкой на графике всей капитализации крипты точнее капа всех альткоинов total 2 вот на тотале мы тоже видим подобную формацию то есть на графике всей 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 крипты вместе с биткоином но сейчас речь пойдет не об этом мы конечно посмотрим это все с вами обязательно но я хотел сегодня поговорить с вами о другой теме о том в чем же собственно ценность биткоина я очень много вижу в комментариях в чатах пишут да биткоин это пузырь да в чем его ценность это все спекулятивный актив там ценность его только в том чтобы продать кому-то дороже и так далее например председатель сек гэри гэнслер своем интервью вашингтон пост назвал стейбл коины фишками для покера в казино криптовалют и в действительности многие люди так и относятся к криптовалютам как некому казино да где может каждый день вам вести не вести вы можете выигрывать проигрывать и так далее но на самом деле давайте все таки разберемся что же такое биткоин и в чем его фишка вообще в чем его ценность настоящая если уж быть откровенным то с фишками в казино можно сравнить и фиатные фантики которыми пользуемся называющиеся долларами да потому что их печатают абсолютно неконтролируемым объемом и ты никогда не знаешь с какой инфляцией ты столкнешься с каким кризисом на рынке труда на рынке товаров и услуг и в общем грубо говоря тебя грабят просто из твоего же кармана если ты хранишь фиатные фантики о чем собственно есть очень крутое видео от мистера энтони помпеляно на нашем втором канале крипты коммонс 20 на который обязательно вам рекомендую подписаться прямо сейчас поставить на паузу это видео прокрутить в описании увидеть там крипто коммонс 20 или в поиске вбить и подписаться так вот энтони помпеляно вот что об этом говорит федеральный резерв выжил из ума давайте начнем с того что у федерального резерва новый рекорд на этой неделе поздравляем отличная работа новый мировой рекорд баланс федерального резерва на all-time high мы сейчас на 8.449 триллиона долларов они не могут перестать печатать джером пауэлл и все его ребята буквально не могут удержаться если бы я нарисовал этот график на куске бумаги вы бы подумали что я пьян вот как выглядит график это просто наверх направо и больше они не останавливались они могут создавать и распределять деньги и боже о боже именно это они делают как вы поняли что действительно федеральный резерв просто сидит на игле печатного станка и печатает бабки не может никак не может успокоиться то есть даже индекс smp 500 вырос за эти 10 лет меньше чем баланс федерального резерва то есть да чем нам свидетельствует график вот поэтому давайте все-таки поймем с вами в чем же ценность биткойна почему он так растет ну можно конечно да согласиться с тем что на самом деле это не bitcoin так растет а это доллар так падает да если посмотреть на инверсный график стоимости долларов биткойнах вот она падает очень даже четко и кстати возможно что сейчас в какой-то момент отскочит понимаете найдет все-таки где-то свое дно доллар и подрастет немножко перед продолжением снижения но это все спекуляции а ценность биткойна в чем есть основные правила биткойна и это надо понимать нужно отличать еще ребята нужно отличать биткойн который находится в блокчейне от биткойна который находится у вас на бирже вот биткойн который находится у вас на бирже это как раз нифига не bitcoin это вот такие же фишечки казино как сказал уважаемый гэри генцлер потому что не ваши приватные ключи не ваши биткойны об этом лучше всего говорит мистер андреас антонополос посмотрите пожалуйста, обязательно его видео. У нас на канале есть видео Андреас Антонополос. Честный протокол. Обязательно посмотрите, в чем ценность биткоина. Что мы видим, так это как многие люди аплодируют. Аплодируют миллиардерам, которые наконец-то додумались до того, что мы знаем с вами уже многие годы. Говорим им добро пожаловать и слушаем каждое слово, которое они нам говорят, как будто бы они мудрецы, которые наконец-то осознали ценность этой системы. Но не стоит себя обманывать. Они не имеют и представления, в чем ценность этой системы. Они не понимают справедливость протокола, которая лежит в основе этого. Все, что они понимают, это что каким-то образом мы поняли, как делать деньги, и они тоже хотят часть этих денег. И здесь как раз кроется ключевая проблема. Но грубо говоря, ценность самого биткоина, который вы храните не на бирже, а на холодном кошельке, заключается в следующем. Вот перед вами правила биткоина. Первое. Нет конфискации. Неконфискуемый актив. То есть, что это значит? Если вы правильно храните, у вас невозможно отобрать ваши биткоины. Второе. Нет цензуры. Что это значит? То есть, нет препятствий. Каждый человек в мире, в любой точке мира, может скачать приложение и стать участником этой сети. Третье. Нет инфляции. Что это значит? То, что биткоин – дефляционный актив. В коде его прописано, что с ходом времени количество добытых биткоинов все уменьшается и уменьшается. И есть конечная цифра. Это 21 миллион биткоинов. Мы это знаем с вами. Это прописано в коде. И уже на данный момент, когда я это записываю, добыто 18 миллионов 800 тысяч монет. То есть, осталось добыть очень-очень мало биткоинов. И каждые 4 года эта награда уменьшается вдвое. То есть, дефляционный актив, потому что в коде жестко прописана модель дефляции. То есть, всего будет 21 миллион монет. И с каждым годом их все сложнее и сложнее намайнить. Отсюда мы и видим, что цена растет пропорционально шоку предложения по модели Stock to Flow. И четвертое. Каждый может убедиться в работе правил 1.3. То есть, это говорит нам о чем? Что блокчейн – это абсолютно прозрачный распределенный реестр, где каждый может отследить любую транзакцию за все время и убедиться в том, что действительно это все работает. То есть, в сухом остатке. Если вы правильно храните свои биткоины, никто у вас их не может ни отнять, ни препятствовать любой транзакции в любую точку мира. То есть, вы можете отправлять миллиарды долларов в любую точку мира за 15 минут. И никто вас не ограничит, в отличие от банков. И вы можете также перевозить в своей голове миллиарды долларов в любую точку мира, просто зная свою сет-фразу. Поэтому, ребят, в чем же, собственно, прикол-то децентрализации? То, что у биткоина нету централизованного органа управления, нету компании, которая за этим стоит. Есть просто сеть, построенная на доверии, так же, как сеть торрентов. Вот говорят, вот ваши биткоины запретят, правительство никому это не надо, если капитализация будет там в сотне триллионов, правительство придут и запретят биткоин. А напрашивается вопрос, а кто будет у них разрешение-то спрашивать? Вот вы, когда торренты качаете, вы спрашиваете разрешение у правительства? Нет, конечно, я вам больше скажу, они сами торренты качают. Те, кто в отделе по борьбе с торрентами, сами качают фильмы с торрентом. То же самое здесь будет. Пчелы против меда это называется. Ну, запретят вам. И что, а вы, вы сами себе хозяева. Вы что, маленькие дети, что ли, чтобы вам запрещало что-то государство? Вам зачем их спрашивать? Конечно, государство будет поддерживать монополию своих фиатных денег. Но суть-то в том, что биткоин одержит финальный успех. Полная массовая адаптация придет тогда, когда люди перестанут считать его цену в долларах. Вы поймите, сейчас люди все еще рабы этой системы финансовой. Они считают в долларах, которые обесцениваются с каждым днем. И люди привыкли считать в долларе, сколько сейчас стоит биткоин, чтобы я вытащил покушать. Вот, биткоин там сейчас стоит там 44 тысячи долларов. Нафиг вам это надо, ребята. Нужно друг с другом начинать взаимодействовать в биткоинах и в сатошах. В одном биткоине 100 миллионов сатоши. Это идеально, это гениальная история, потому что мы можем рассчитываться друг к другу в сатошах. И я вам так скажу. Я недавно только подсчитал и офигел. С момента, когда я пришел на рынок, это было вот здесь, в 15-16 году. Биткоин вырос уже на 20 тысяч процентов, чуваки. То есть на 200 икс. Просто охренеть можно. И не надо думать, что этот рост может что-то остановить. Здесь тоже так же все думали, что все, биткоин идет вниз, это скам. И здесь так же думали. И понимаете, и вот здесь так же будут думать. Поэтому, слушайте, я не буду дальше углубляться уже в технологию, в прекрасные криптоанархические понятия и так далее. Я надеюсь, что я понятно вам более-менее объяснил, показал вот эти три правила. И рекомендую вам, очень рекомендую посмотреть видео Андреа Сантонополса, Энтони Пампеляно и других профессоров с нашего канала. Ну а теперь давайте поспекулируем. Все-таки давайте, я надеюсь, мы разделили с вами фундаментальную часть технологии биткоина от спекулятивной. И в себе внутри тоже мы разделили инвестора, ходлера от трейдера. Теперь давайте поговорим как трейдеры. Все-таки почему же курс будет расти и докуда он будет расти. Вот. Ну смотрите, во-первых, вот мы видим на логарифмическом недельном таймфрейме, что мы все еще удерживаем сетку EMI Ribbon вот здесь. И никаких намеков на разворот тут нету. Потому что, смотрите, сетка EMI Ribbon бычая. Старший таймфрейм надо всегда уважать, он больше информации несет, чем младший. Внутри дня мы там можем падать, скакать, эта волатильность бешеная может быть туда-сюда. Даже как вот здесь было. Помните, когда мы и был как бы мини-быч, мини-медвежий рынок. В итоге мы что сделали? Улетели очень хорошо наверх. Смотрите глобально. Мы переписываем all-time high. Что обычно происходит, когда мы переписываем all-time high? Мы улетаем очень сильно выше. Да? Раз. Это шок предложения, как раз связанный с халвингом. Раз. Два. И сейчас мы происходим на стадии 3. Сетка EMI Ribbon удерживается как поддержка. Мы ее не прокололи еще. Тревожиться нужно будет, когда сетка EMI Ribbon начнет загибаться вот в такую сторону. Сужаться с целью развернуться уже. Это уже будет как бы на самом деле, конечно, ближе к середине медвежьего рынка. Никто не спорит. Но это будет хотя бы подтверждающий сигнал. Пока мы видим, что сетка даже не загибается. Вот тут она начинала загибаться, но уже разгибается. Мы видим также, что по Total, то, что я вам вчера показывал, чашки с ручкой. Огромные чашки с ручкой. И на Total мы вообще идеально удерживаем сетку. То есть никаких проблем на самом деле. Поэтому глобально тренд ультрабычий, и мы еще даже близко не на тех значениях, понимаете, где мы должны быть. Потому что почему вот мы здесь, например, так росли, как вы думаете? Почему мы вот здесь так сильно выросли? И все вот эти коррекции в итоге были отвергнуты, пока мы дошли до верха. Да потому что так же никто не верил. Все говорили, биткоин – это высокоспекулятивный актив, правительство не допустит, запрещали майнинг, запрещали это. Да, говорили, это все кузин, но вот покупайте доллары там и так далее. Вы поймите, что нет. Еще раз я вам говорю, владение физическим биткоином, если он у вас хранится на холодном кошельке, о чем я вам, кстати, крайне рекомендую позаботиться, по ссылке из описания вы можете найти холодный кошелек Ledger и заказать его себе с доставкой из Франции. Вот, если вы храните правильно битки, никто у вас их не сможет отнять. Так же, как и золото. И то золото могут конфисковать у вас физическое, а битки, только вы один знаете, что они у вас есть. Если вы никому не рассказывали. Вот, и другие криптовалюты тоже стопудовые. Но опять же, чуваки, криптовалют уже 12 тысяч. Из них выживут, ну, дай бог, сотня по-хорошему. Поэтому все вот эти вот хайповые штучки, будьте очень осторожны. Посмотрите, как топ-10 меняется постоянно. Если вы включите исторический снапшот, например, за, да вот даже за 16-й год. Посмотрите, что было в топе. Биткоин, эфир, XRP, лайткоин, мейтсейв, дэш, доджкоин, фактом, манера, битшерс. Все, пиркоин, стеллар, понимаете? Какие-то имена остались с нами, хоть и очень низко ушли. Какие-то имена уже ушли вообще в небытие. Просто понимайте об этом, что это все надувательство. Все вот эти альткоины, они в итоге все стремятся к нулю. Многие из них. И цель вашего трейдинга в альткоинах или формирования портфеля в альткоинах только на самом деле сделать больше биткоина. По-хорошему. А если, ребята, у вас по какой-то причине все еще нет биткоина, но вы решили его прикупить, я вам очень рекомендую в наших ссылках вот эти два обменника, CryptoExchange и FastChange, по нашим ссылкам переходите очень-очень просто и быстро. Вы можете купить себе биткоин прямо с банковской карты или с кэша. Вот, для России здесь они поддерживают Сбербанк, Тинькофф, Visa MasterCard, биткоины, эфир. Вы можете купить и тезер сразу же сложить на свой кошелечек. И также выводить через них по очень хорошему курсу. Этот обменник работает только в дневное время, до 10 часов вечера. Ну а второй обменник FastChange работает круглосуточно. Там немножечко ниже курс обычно, но зато много криптовалют, всякие альткоины, все банки, также украинские банки. Так что, ребята, очень хорошие обменники, сами мы пользуемся на протяжении уже многих лет. И всем рекомендуем. Вот, ну и также тут полезные видосы, ссылка на наш телеграм-чат. Конечно же, ознакомьтесь со ссылками в описании. Все лучшие биржи, кошелечки, все полезные сервисы по аналитике и так далее. Все здесь, специально для вас. Вот, поэтому не знаю, что тут еще говорить. В целом, ребята, для трейдера-спекулянта, альты отскакивают. BitDAO залистили на Bybit. Торговать пока еще нельзя, но уже можно airdrop собирать. Кладете туда какие-то средства, набойбите, держите. Он их подсчитывает, дает вам airdrop. Альты к биткоину в целом отскакивают. Мы видим, что есть движение. Космос хорошо отскочил. Глобальный тренд наверх. Фома еще не было. Шорт-сквизов еще не было нормальных. При этом все боятся, понимаете. Все как надо идет. Вот на этой ручке всех засаживают в шорт, и все боятся, не верят. Вы почитайте комментарии. Все говорят, все, биток идет на 17 тысяч. Насмотрелись там Пифагора и же с ними. Привет, кстати, большой. Я очень уважаю. Но вы принимайте просто это как точку зрения. И то, что я вам говорю, и то, что другие ребята. Все, как бы никто не прав на 100%. Все могут оказаться правы, и мы можем, конечно же, упасть. Но посмотрите на тот же Dash. Давно меня просили. Говорят, что с Dash? Почему не смотришь? Да потому что ничего не поменялось, ребята. Я когда что-то поменяется по Dash, я вам сам скажу. По Dash все то же самое. Держим строй, держим лонг. Никаких я тут не вижу предпосылок на вообще паниковать, на разворот. И чтобы паниковать, про индикаторы еще меня просят сделать выпуск. Ребят, если нужен выпуск про индикаторы, которыми я пользуюсь, навалите лайков под этим видео. Напишите в комментарии. Я обязательно заморочусь и сделаю. Вот индикатор BeamBands. Один из любимых моих индикаторов. Спасибо чуваку Гудману, кстати, который мне его показал. И множество индикаторов мне показало. Смотрите, по этому индикатору Dash находится ниже своих средних значений. Вот этот индикатор, он показывает коридор цены, в котором она может ходить. И вот как вы можете видеть, что здесь нижняя граница сейчас это 200 долларов. А Dash к биткоину еще интереснее, потому что вот он вообще сильно ниже. Тут нижняя граница это 2 миллиона сатоши. То есть 5 иксов оттуда, где мы сейчас. Вот и все. Этот индикатор показывает, что актив валяется ниже плинтуса. Поэтому аккумулируйте и держите его. А так Stock to Flow, ребята, нам в помощь. Stock to Flow показывает, что будет очень сильный рост. Я солидарен с планом B. Опять же, Stock to Flow, Deflection. Посмотрите, как низко мы ушли прогнозируемой цены. Мы так низко вообще никогда не коррелировались в бычьем рынке. Посмотрите, мы так низко были на дне медвежьего рынка всегда. На дне именно, я подчеркиваю. То есть не в начале медвежьего рынка, как сейчас многие думают. А на дне. Мы были и то выше. Мы на дне медвежьего рынка и то были ближе к нулю. А сейчас мы находимся просто в супер перепроданных значениях. И ждем очень сильный рост, ребята. Дисклеймер, финансовый совет. Спасибо, что смотрели. Это канал Crypto Commons. С вами был Гриня. Поделился с вами своими мыслями. Без купюр, без фигни. Вот. Если вам нравится такой контент, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ну и по Атому, что я могу сказать, ребята. Мне все очень нравится. По Атому. Я жду по Биткоину сейчас того, что вот на примере с Атомом представьте, что вот это Биткоин и вот это 64 тысячи долларов. А это уже 90. И мы сейчас с вами вот здесь. Вот чего я жду, в принципе, по Биткоину и по большему количеству монет. И если уж сравнивать с Атомом, то по Дэшу мы сейчас находимся вот здесь, ребятушки. Все. Дисклеймер, не финансовый совет. Всем профитролей. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok